Виктория Хилько На самом деле, очень мне захотелось выбрать себе какую-нибудь помаду, но у меня постоянная проблема шелушения с губами, и какую бы помаду я не пользовалась, да, она постоянно скатывается, шелушения эти вечно видны, но тем не менее, помадку все-таки хочется, как и любой девушке, да. Поэтому заказала себе такую упаковочку для пробников и сами пробники, и сегодня я уже нанесла вот такой вот пробничек номер 4586, это сатиновая губная помада, сияние в цвете, оттенок аметистовая дымка. Сейчас я вам покажу в каталоге 18, там ее вот, вот этот оттенок, не знаю, кажется, не очень похож, больше в красноту на моих губах какую-то идет, да. Ну, все равно в каталоге отличаются немножечко цвета, но тем не менее, и, кстати, в этом каталоге в 18, сейчас действует 18 каталог, такую помаду можно купить как бонус за погубку, то есть совсем-совсем недорого. Поэтому я и заказала себе такой пробничек. Не знаю, напишите мне, подходит мне такой цвет или дальше пробовать. Ну, я думаю, что вот эти все пробники, которые я заказала, в каждом видео буду их пробовать. Следующее, что я заказала, это недавнишняя новинка. Вот такие вот шарики для устранения запаха в обуви. Мне пришел, наверное, немножечко бракованный, поскольку один шарик вот целенький, да, беленький, а второй, как вы видите, серенький, весь в пятнышках. Он был открыт в упаковке, к сожалению. И вот он так выглядит. Вот он серенький, там вот внутри, я так поняла, что-то осыпается. Ну, ладно, несу до дела. Мы его вскрыли, кстати, запакован, он прям супер-супер-пупер. Чуть его распаковала, выняла только один, второй уже даже не попыталась. Вечером муж это сделает. Как они работают? Вот они крутятся, окошечко открывается вот здесь, становится сереньким таким, да. Там как будто, вы знаете, как чайный пакетик, вот что-то наподобие такого лежит. Вот. И, по идее, ну, как бы запаха я не ощущаю. Ну, вот так вот открываете его и засовываете в обувь. И, по идее, должны все, все запахи должны, наверное, в себя этот шар впитывать. Диаметр шара 38 мм. Он должен, заявлено, нейтрализовать неприятные запахи внутри обуви, предотвращать появление неприятных запахов, обладает антибактериальными свойствами и компактен и удобен к применению. Нужно открыть отверстие, как я уже показала, и поместить в обувь. Также его можно в шкафах использовать для устранения запаха, в машинах. В общем, где-то я это тоже читала, уже не помню где, но где-то читала, может быть, на сайте даже. Ну, в общем, решили мы попробовать. Ну, конечно, не, там, сам не дешево они стоят, да, но, тем не менее, менять их нужно раз в месяц, написано. Ну, я не знаю, наверное, попользуемся вот в месяцок, а потом уже я вам и расскажу о них, о этом продукте в пустых баночках. Следующее, что мы никогда не заказывали, это из серии Дом Фаберлик вот такой вот жидкий, универсальный спрей-пятновыводитель. Написано, что он много всяких пятен выводит, как и обычно. Я, если честно, ну, боялась, читала тоже очень много отзывов, говорят, что, как бы, свежие пятна хорошо выводит, а старые нет. Ну, и вот сегодня я решила его протестировать уже. Дочка моя простыла. На рубашке мужа. Ну, то есть, рубашки приходится стирать часто, вот эти, да, офицерские, милицейские рубашки. Постоянно воротничок, рукава грязные. Ну, вот и сегодня я его протестировала, разбрызгала, да, распределила вот эту вот жидкость по воротничку и рукавам и засунула в стиральную машину. Ну, чуть потерла и засунула. Не знаю, еще стиралка не закончила свою работу, поэтому, когда выниму и в пустых баночках, наверное, уже расскажу вам о результате вот этого чудодейственного спрея. Пока не знаю, не могу ничего сказать. Ну, кстати, про запах могу сказать, что он немножко такой рисковатый. Да, такой не очень приятный. Знаете, у порошкообразного намного приятнее. Ну, конечно же, это нам наиболее удобен, нежели карандаш пятновыводить. Я не люблю вот это все втирать, хотя карандаш отстирает просто замечательно пятна. Но если и этот хорошо отстирает, то, значит, будем вместо карандаша использовать спрей. Следующая новинка прошлого каталога, и, к сожалению, пришла она мне только вот сейчас. Тоже мы его никогда не заказывали, естественно. Это гель для душа и жидкая мысла. Штрудель с мороженым. На самом деле пахнет сладко-сладко. Прям приторно-сладко яблочным пирогом. И, знаете, наверное, яблочный пирог и немножко вот корицы. Ну, в общем, аромат, конечно, приятный, тёплый. Наверное, вот именно зимний, потому что на лето его сильно-сильно много будет. Но, конечно, да, вот именно зимний. Такой вкусненький, сладенький. Не знаю, мне тогда же уже, я и люблю сладкие ароматы, но мне уже даже немножко приторноватый такой. Но детям понравился очень-очень сильно. Поэтому отправиться такие штучки к нам в ванную обязательно. Следующая, как раз уже говорила про детей. Давайте покажу то, что я детям заказала. Это вот такой вот шампунь-бальзам 2 в 1 Астронавтик. Оранжевенький. Мы ещё оранжевенький не заказывали из этой серии. Пахнет он, может быть, персиком, каким-то абрикосом. Ну, вот что-то из этой серии. И он, сейчас покажу, наверное. Вот он такой, видите, оранжевого цвета. У нас есть зелёненький с яблочком. Прям красивый такой зелёный цвет. Зелёнки. Ну, он прям переливается. Ну, и, кстати, хорошо вымывает голову. Ну, вот и решили ещё на смену взять такой. Потому что никогда не брали. Следующее, что мы для них заказали, это вот такое вот мыло. Тоже Астронавтик. Голубенькое. Оно пахнет натуральными вот карамельками. Конфетками этими. Вот точно, больше никакого аромата я здесь и не слышу. Настолько вот сладкие карамельки, вот эти леденцы, да. Что потрясающе. Даже вот так пахнет. Закрытой упаковочкой. Ну, такое перламутровое, голубенькое. Мыльца. Детям баловаться. Очень здорово. Дальше, дочки старшие, мы заказали вот такой вот блеск для губ. Ой, по-моему, мы заказали какой-то там фиолетовый оттенок. Сейчас я вам скажу код. Только я его не вижу. Артикул 4743. Такой мы ещё не заказывали. Вот он какой. Какой-то розовый, фиолетовенький такой вот. Ну, я уже рассказывала. Нам нравятся ароматы. Какие сладенькие-сладенькие. Вот детский-детский аромат. У меня теперь и младшая дочка так и спит и видит. В общем, как стащить или мамину помаду, или с сестрёнкин какой-нибудь блеск. Ну, в общем, хороший, отличный подарок. Я думаю, даже под ёлочку положить сувенирчик. Поскольку мы своим детям как ёлку ставим, так какую-то конфетку, то ещё что-нибудь им Дед Мороз приносит. Поэтому, думаю, если Дед Мороз принесёт и вот такую вот штучку, тоже будет здорово. Будут дети рады. Следующее. Я попросила меня дочка заказать вот такие карандаши. Они уже давнишнюю, осенью... Да, осенью, по-моему, коллекция вот когда выходила первая одежда школьной. Тогда они и были вот с совами. Прохо видно. Ну, в общем-то, мы только сейчас их додумались заказать. Вот, кстати, пять карандашей в упаковочке. Упаковочка у нас уже ушла вчера, как только заказ пришёл. Хорошо, что хоть карандашик один успела забрать. Пришли карандашики заточенные. Пишут достаточно мягко. В общем, сёрочка тоже неплохо стирать. Ну, аксессуары захотелось дочке. Ну, на тебе, дочка. Дальше. И ластик заказали тоже с совой. Ну, вот такой ластик маленький. Ну, кстати, ластик я не скажу, что он хорошо стирает. Ну, так, для красоты побаловаться. Больше мы такой, конечно, заказывать не будем. И вот карандашики, да, хорошо пишут. И вот этот ластик, да, карандаш его хорошо стирает. Ну, побаловались, посмотрели, попробовали. Будем теперь знать. В общем-то, всё, наверное, для деток. Единственное, что ещё понравилось деткам, так это мы заказали вот петушков. Такие магнитики на холодильнике. Очень яркие, красивые. Вот мы решили там бабушкам тоже такой сувенирчик дети подарить. Сестре, братику. В общем, таких вот набрали много-много штучек на подарочки. Всё, детская на этом точно всё закончилась. Следующая новинка тоже прошлого каталога была вот такое мыло с протеинами увлажняющее. Это с кокосовым молочком и молочными протеинами. Ну, в общем, я не знаю. Я их брала, если честно, на подарочки, там, да, в заказики вкладывать. Поэтому мы мало пользуемся таким мылом и в основном вот именно жидкими. Лежит у меня одно в запаске, но оно уже, наверное, полгода этот один кусочек лежит. А то он может больше никак, он у нас не может израсходовать. Поэтому себе я уже даже не заказываю такое. И ещё, что себе заказала, это вот такая вот сыворотка для глаз, для ресниц точнее. Потому что я понимаю прекрасно, что там супер-пупер эффекта не будет. За день ничего там не вырастет нового, ничего там не укрепится и так далее и тому подобное. Всё это я прекрасно понимаю. Но у меня часто выпадают реснички, получается, потом коротенькие. В принципе, когда все так и вырастут, то неплохие такие реснички. Такие, да, ну, стандартные среднестатистические, скажем так. Может быть, чуть-чуть больше, чем средние. Но ещё после туши моей любимой, то вообще мне нравится, как реснички мои выглядят. Но они очень-очень часто выпадают, усыпаются. Я их решила укрепить. Поэтому вот почитала тоже отзывов много. И решила, что хотя бы вот для укрепления немножко, в принципе, должно подойти. Постараюсь пользоваться им часто. Вот такая вот кисточка. Кстати, очень удобная, что хорошо можно прокрасить вот вечером и где не попал ещё вот этой щёточкой провести. Кстати, сейчас рекламируют, какой-то тоже в аптеках начнут продавать. Тоже сыворотку. Не знаю, попробую это, потому что в аптеке попробую, сравню. Но пока буду пользоваться этой. Никогда её не заказывала. Ну, посмотрим. Время покажет, как говорится. И последнее, наверное, из того, что у нас не было, это... Как же он называется? Сейчас вам скажу. Ароматический диффузор с ротанговыми палочками. У нас цитрусовый аромат. Парфюмерная композиция разработана и изготовлена во Франции. Эксклюзивно для Фаберлик. Ну, придавать аромат в доме, да. Я его взяла для кухни. Потому что на кухне постоянно что-то готовится, что-то там ещё... Короче, всякие разные запахи. Я решила, что не всегда могут быть приятные, да. Поэтому решила на кухню такую поставить. Давайте с вами распакуем. Внутри там вот такая вот баночка, флакончик. Ещё не пробовала. Вот сегодня уже пойду ставить. Хотела вам всё показать, рассказать. Да, с жидкостью. Такой бутылёчек. И вот сбоку эти палочки ротанговые. Я ещё не знаю, как их правильно. Я прочитала вроде бы инструкцию. Но ещё до конца не разобралась. Вроде как открываешь, всовываешь туда палочку. И там, в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы у вас был насыщенный аромат, да. Вот сколько здесь палочек. Раз, два, три, четыре, пять. Пять палочек. То есть можно одну сначала, потом ещё одну. Можно сразу три. В общем, сколько вам хочется, чтобы пахло, да. Запах был. Насколько... Как это правильно сказать? Даже не знаю. Насколько мощный, да, аромат, чтобы, в общем, был. Столько палочек туда и всовывать. Ну, можно их всовывать, 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 всовывать. Написано срок службы месяц-полтора. В общем, постоит, распахнется. В пустых баночках обязательно вам расскажу о нём. В общем-то, это всё, чего у меня не было ещё. Всё, что мы по 17-му каталогу заказали. И, конечно же, снова дозаказали кучу там средств для дома. Опять же, для подарочков. Хуже, чтобы полностью их скомплектовать. И, конечно же, наборчиков ещё дозаказали. Вот такой вот наборчик гран-при, уход для рук, да, здесь. Химический пилинг, скраб и крем для рук, жидкая перчатка. Ну, и, конечно же, в прошлом каталоге был по невероятно низкой цене. Поэтому вот и взяла себе такой. И, конечно же, вот этот наборчик, малины и белый шоколад, тоже взяли ещё, наверное, штук пять, чтобы было. Потому что я знаю, что всё равно мы найдём, кому их подарить, кому раздарить, показать, отдать. В общем-то, найдём им применение. На этом всё. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok